Музыка Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Многих интересует, почему в последнее время все большее количество людей страдает раком кожи. И ответ на данный вопрос есть. Например, в 18 веке загорелая кожа не была в моде, и от рака кожи умирали так же редко, как сегодня от какой-либо неизвестной инфекции. С того момента, как стало очень модным приезжать из отпуска сильно загоревшим, количество заболевших злокачественными образованиями на коже растет. Солнце бывает причиной возникновения меланомы на теле, что может привести к смерти от рака кожи. Данное заболевание мучительное и очень сложное для излечения. Об этом мы и поговорим сегодня. У нас в студии представители Самарского онкодиспансера. Знакомьтесь, пожалуйста. Дмитрий Кассиров. Онколог Ольга Козлова, заведующая отделением медицинской профилактики. И Елена Мартынова, заведующая онкологическим отделением опухолей наружных локализаций. Кандидат медицинских наук. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. А правду говорят, что у онкологов особая нелюбовь к солнцу? Ну, в принципе, это вопрос достаточно серьезный, потому что в последнее время ионизирующее ультрафиолетовое излучение становится причиной развития онкологических заболеваний кожи. И активность солнечная достаточно серьезна сейчас. Ну, где-то можно рассказывать об озоновом слое, что он, так сказать, достаточно не играет защитную роль. И поэтому у нас имеется определенное отношение по поводу именно активности солнечной и развития раковых заболеваний кожи. Ну, то есть вы на эти темы не шутите про солнце? Я смотрела в разных источниках, и разные источники дают разную информацию по поводу распространенности меланомы. Вы знаете, читала, например, от 1% от всех раковых заболеваний кожи до 70%. Вот где истина? Насколько действительно это распространенное заболевание? Ну, и, естественно, в Самарской области. Ну, вообще, рак кожи сам по себе занимает среди структуры заболевания онкологических первое место, как рак кожи. А вообще в структуру злокачественных опухолей кожи входит очень много новообразований. Базально-клеточные, плоскоклеточные. Ну, и также сюда можно отнести меланому кожи. Но сама по себе меланома кожи, она занимает по процентной статистике где-то 5% от общих заболеваний рака кожи. А по структуре заболеваний меланома находится на 16-м месте. Еще читала, что все-таки больше подвержены этому люди пожилого возраста. Это действительно так? Или сегодня уже все эти границы стираются? Пик заболеваемости – это 40-50 лет. И прирост заболеваемости идет больше у молодых женщин. Связывают это с любовью к загару и солярием. Основной причиной заболеваемости считается привреждение кожи. В первую очередь это и ультрафиолет – это ведущий фактор, который влияет на возникновение заболевания. То есть не выбирает все-таки это заболевание? Можно даже сказать так, что в последнее время рак помолодел. Рак кожи. То есть это также связано с активностью солнечной. И по статистике раньше, конечно, именно, допустим, базалиома или плоскоклеточный рак, они встречались чаще, конечно, у пожилых людей. А вот меланома, ну и также в последнее время базальный клеточный рак, он уже встречается и у молодых. А еще скажите, пожалуйста, вот понятно, что быть очень загорелыми сегодня хотят, конечно, в основном молодые, но пенсионеров как-то мало вот так уж на пляже лежит. Ну а через какое время все-таки может настигнуть заболевание? Вот до того момента, как любители позагорать, станут пожилыми или, может быть, гораздо раньше? Это долгая история от момента возникновения заболевания и клинических проявлений. Может произойти от 5 до 20 лет. Это долгая история. И если мы считаем, что на начальных стадиях болезнь представляет собой небольшое пятно или узелок на коже, меньше сантиметра, то, являясь такими минимальными проявлениями, на самом деле это очень старая опухоль. И когда человек обращается, то по своему биологическому возрасту это является уже достаточно зрелой опухоль. Июнь был беспрецедентно жарким у нас в Самарской области. Просто пекло какое-то. Конечно, все стремились к воде, на пляж. Давайте мы сейчас из нашего архива июньского посмотрим небольшой сюжет и уже тогда поговорим все-таки, что же такое меланома. Жаркий июнь продолжается. Температуру за 30 синоптики прогнозируют до конца недели. Самарцы ловят летние лучи на пляже. Врачи советуют не увлекаться солнечными ваннами. Загорать только в утренние и вечерние часы. Время солнечной активности с 11 до 16 лучше пережидать в помещении с кондиционером. Иначе велик риск развития меланомы. В прошлом году такой диагноз врачи поставили 60 самарцам. Часто опухоль развивается из родинки. Важно вовремя заметить изменения. Во-первых, это изменение цвета родинки в плане пестрости окраски. Это резкое изменение размеров. Появление асимметричности контуров. Появление неровных фистончатых краев. Если родинка показалась подозрительной, нужно проконсультироваться со специалистом. При каждой поликлинике есть смотровые кабинеты. Там родинку посмотрят, при необходимости направят к дерматологу или онкологу. Вот это такая достаточно общая информация. Хочется, конечно, владеть ею поглуже. А все-таки что такое меланома? Это, скажем так, самая злокачественная опухоль, которая дает метастазы в самые отдаленные органы. Этим и определяется ее злокачественность. Она дает метастазы и в печень, и в головной мозг, и в легкие. То есть, ну, она считается самой злокачественной опухолью. И злокачественность подразумевается в ее агрессивном. То есть, она развивается достаточно быстро. Поэтому, конечно, диагностика, ранняя диагностика, она является самым главным у нас, самым главной этапностью в нашем диагностическом центре, чтобы определить первую, вторую стадию. То есть, ранняя диагностика этого заболевания способствует достаточно хорошим критериям выживаемости и показателям. Вот мы сейчас уже говорили о том, кто является вашими пациентами в связи именно с этим видом заболевания. Но все-таки откуда берется меланома? Вот каковы факторы риска? Чего нужно постараться избегать, чтобы... Ну, что вообще такой фактор риска? Да, это что повышает вероятность развития рака, да, и подавляет иммунную систему. И бывают факторы риска, на те, которые мы можем повлиять, а есть факторы риска, на которые мы повлиять не можем. И вот такие факторы, да, как генетическая предрасположенность, если уже был рак кожи или меланомы в роду, если есть наличие большого количества родинок, да, на теле, светлая кожа, рыжие волосы, ну, то есть те люди, которые относятся первому, второму фототипу лица, то есть светлокожие, рыжие волосы, ну, вот, то есть вот на эти факторы мы повлиять не можем. А на такой, как фактор риска солнечного излучения, да, и излишнее пребывание на солнце, на этот фактор может повлиять каждый из нас. И, конечно, у нас сейчас в последнее время, если посмотреть, все, такая тенденция, что все чаще люди стали выезжать в страны с более жарким климатом. Но это говорит, конечно, не говорит о том, что, да, мы должны отказаться от поездок на юг и должны отказаться от купания в море. Здесь нужно как бы поговорить о другом, о разумном, можно сказать, уважительном отношении, да, к солнцу. И поэтому, конечно, у нас уже врачи давно выработали рекомендации, которые вот позволяют снизить риск каких-то нежелательных последствий пребывания на солнце. Ну, как вы уже сами тоже сказали, все о них знают, но не каждый этим правилам следует. Вот, конечно, хотелось бы тоже сказать, да, что нашему организму нужно солнце, и мы уже все тоже со школьной скамьи знаем о том, что, да, если на нашу кожу не попадает достаточное количество ультрафиолета, то у нас сокращается в организме выработка витамина D. Это, конечно, приводит к тому, что нарушается фосфорно-калиевый, да, обмен, происходит нарушение в костной системе, и происходит, ну, как бы снижается тоже иммунная устойчивость организма. Да, поэтому, ну, хотелось бы сказать, ультрафиолет нам нужен, но всему нужно знать меру. И вот эти вот простые правила, которые вот рекомендуют, что нужно сократить пребывание, да, на солнце, особенно в часы солнечной активности с 11 до 16.00, нужно надевать головные уборы, солнцезащитные очки, специальную одежду. Ну, детям вообще до трех лет запрещается находиться на солнце, то есть противопоказанное. И регулярные, конечно, меры профилактики – это осмотр своих кожных покровов, для того, чтобы, если человек регулярно осматривает свою кожу, то в случае изменений каких-то, которые появились на коже, он может вот срочно обратиться к доктору или к дерматологу, или онкологу. Ну, это вот у вас, у докторов есть, во-первых, знание, во-вторых, наверное, какое-то оборудование, и вы там можете с этими образованиями разбираться. А для обывателя же большинство пигментных пятен – это, ну, родинка, говорят сейчас, ну, родинка у меня. Вот как все-таки человеку понять, что нужно срочно вот выяснить, что у тебя это такое, что это не просто родинка, что может быть… Вот как, что должно насторожить и послужить поводом обращения к специалисту? Ну, здесь хотелось бы сказать, все-таки кожа, да, у нас относится к опухолям наружных локализаций. И, конечно, здесь главная роль принадлежит кому? Самому человеку. Ну, вот. И основными симптомами заболевания является это появление быстро растущей родинку, которая отличается там по цвету, по размеру, по рельефу от других родинок. Если появляется там кровоточивость, изъязвление. То есть вот на такие симптомы, ну, вот, человек должен обращать внимание. Ну, у нас… И это должно быть явиться сигналом для того, чтобы он посетил или врача-драматолога, или онколога. Вот я и хотела спросить, а кто должен быть этот врач? Собственно, и к косметологу же люди могут пойти и… Да, если косметолог подозревает, он перенаправляет. Допустим, есть подозрения, они сразу рекомендации делают. Ну, вообще лучше обращаться, я считаю, в специализированные учреждения, в лечебные. Это или к драматологу, или к онкологу. Также есть непосредственно прямая, это, так сказать, дорога к нам в диспансер, это услуги платные. То есть на платный прием любой человек может записаться. Без направления. Без направления, просто сразу вот ему что-то не понравилось, и он не хочет брать направление с места жительства, он может прийти, записаться на прием к врачу. То есть выбор в любом случае есть, либо через направление прийти к врачу, либо так. Ну, а есть у нас, кстати говоря, любители, я думаю, вам это тоже известно, появилась там какая-то родинка, вроде бы растет, ага, надо удалить. Ну, чисто телом прижигают, потом есть какие-то в аптеках, по-моему, специальные средства, капают и начинают выжигать себе эту родинку. Вот что бы вы сказали по поводу этих всех действий? Самолечение может отдалить этап лечения, затянуть его и привести к неблагоприятным последствиям, потому что травматизация может вызвать метастазирование еще и вот этот вот период от травматизации, он просто неблагоприятно влияет, усугубляет картину, ускоряет, ну, финал. Вы знаете, есть такие высказывания, что все-таки причина появления меланомы до конца так и не выяснена. Ну, это действительно так, но среди причин возникновения это считается мутацией генов, влияние неблагоприятных факторов, вот эти вот факторы. И вот хочется отметить еще неблагоприятное влияние соляриев. Недавно американские врачи опубликовали сведения о том, что использование соляриев на 75% увеличивает риск возгнетновения меланомы. К сожалению, надо понимать, что даже после этой публикации те люди, которые даже прочитали эту информацию, не приняли ее всерьез. Солярии продолжают существовать во многих фитнес-центрах, в спа, в салонах, в салонах красоты. Вот для, опять-таки, маловерных, по поводу солнца хочу еще раз вернуться. Еще и слышала такие мнения. Жители стран, ну, африканских, скажем там, вот жарких очень стран, которые практически, ну, у них нет возможности куда-либо прятаться. Вот они вынуждены там жить и вынуждены 70% времени проводить на солнце, ну, тогда вроде они бы должны были все уже давно умереть. То есть, так ли страшно солнце, да? У них кожа генетически к этому приспособлена. У нас же, у белокожей расы, этой приспособленности нет. Наибольшая заболеваемость меланомы регистрируется десятилетиями в Австралии, там, где много мигрантов с белой кожей. Вот. И у нас сейчас в России тоже, в связи с развитием туризма, заболеваемость растет. Заболеваемость растет очень быстро. Каждые 10 лет она практически удваивается. Эти цифры опережают многие заболевания онкологические. И, к сожалению, ведущим фактором, который помогает нам побороть это заболевание, это выявление на ранних стадиях. А на ранних стадиях, как мы уже говорили, это протекает бессимптомно. Вот. А нельзя, кстати говоря, нашу кожу как-то приспособить к солнцу, попить какой-нибудь препарат? Нет. Не придумали такого. Это время. Хорошо, только ли на коже может возникнуть меланома? Нет. Существует меланома глазного яблока. Локализация различная. Меланома ободочной кишки, прямой кишки. Слизистая. Слизистая, да. Поэтому здесь... Но на их долю приходится не более 1%. Да, но она есть. Хорошо. Какие все-таки существуют современные методы диагностики, которыми пользуетесь вы? Основной метод диагностика – это осмотр. Грамотный врач, онколог, поставит диагноз только при осмотре. Дополнительным способом это является дерматоскопия. Метод представляет собой использование специального дерматоскопа-инструмента, который представляет собой микроскоп. Он помогает, увеличивает опухоль и помогает диагностировать изменения, которые там имеются. Окончательный диагноз ставится при морфологической верификации опухоли. Это означает то, что морфолог должен подтвердить наличие клеток меланомы путем цитологического исследования или гистологического. Гистологического – это кусочки ткани. Если этот диагноз подтвержден, дальше необходимо подтвердить стадию процесса, определить для выработки тактики лечения. Опухоль первичную удаляют хирургическим способом. Хирургический метод является ведущим при лечении меланомы. И дальнейшее лечение зависит от, как я уже сказала, от стадии заболевания. В случае, если процесс выходит за пределы ткани опухоли и имеются отдаленные метастазы, в этом случае выполняются операции на прилежащих лимфатическом коллекторе или же в других органах. Используется химиотерапия и иммунотерапия на распространенных стадиях. Добавить хотели? Ну, то есть, да, в запущенных стадиях уже сказали, что химиотерапия и иммунотерапия. Но если говорить об успехах лечения, за последние десятилетия большую долю этого успеха увеличения продолжительности жизни следует отнести на раннюю диагностику. Потому что лекарственное лечение, оно не является столь эффективным, чтобы мы могли сохранить контроль над болезнью на третьей и тем более на четвертой стадии. Вот так. Ну, то есть, во-первых, правильно я поняла, что на основании одного визуального осмотра вы диагноз, конечно, не ставите. Это клинический диагноз, заключительный, только морфологический. Ну, когда пациент узнает свой диагноз, естественно, нет вариантов лечиться. То есть, никто же, наверное, не заявляет, что лечиться я не могу. Нет, это психологический вопрос для пациента. То есть, для них необходимо, когда мы беседуем с пациентами, для них очень важна беседа именно с врачом, поскольку мы даем им какую-то надежду, что у них, допустим, есть вариант какой-то лечения. То есть, мы от них не отказываемся. Даже на четвертой стадии мы пытаемся им объяснить, что это можно как-то хотя бы сдержать их процесс, этого заболевания. Как было сказано, химия, иммунотерапия. Сейчас также гормонотерапия применяется. Поэтому беседа психологическая, у нас даже есть в онкодиспансере психологи, которым мы направляем именно, когда вот бывают очень особо пациенты, ну, достаточно с неустойчивой, можно сказать, психикой, можно порекомендовать консультацию психолога, и с ними проводится дополнительная беседа, уже непосредственно врача-психолога. Елена Викторовна, Вы сказали, что на первой и второй стадии, как правило, не возникает сомнений в успешности излечения, правильно? Да. На первой и второй стадии опухоль имеет локализованную, это локализованная стадия, когда имеется только одна опухоль и не имеется метастазов. На этих стадиях заболевание можно вылечить в 80% случаев. Это означает, что иссечение опухоли, то есть это небольшая операция, обеспечивает вот такую выживаемость. Дополнительного лечения не требуется. Сколько по времени может занять полное излечение, скажем так? К сожалению, характер течения заболевания таков, что отдаленные метастазы могут появиться через 10 лет от выявления первичной опухоли и вот первичного лечения. Но это не означает, что сейчас должны все прооперированные впасть в отчаяние, просто нужно контролировать, видимо, этот процесс, да? Безусловно. У нас существуют стандарты наблюдения. Пациенты приходят первый год раз в три месяца, потом пореже, когда становится понятно. Второй год один раз в полгода, два раза в год. И на третий год... Но через сколько лет вы снимаете с учета пациентов? На третий год они один раз в год. И так до конца своих дней один раз в год должны. То есть такой стандарт. Ну, все-таки тогда возникает вопрос, как нам уберечься от этого. Ну, про то, что не злоупотреблять солнцем мы, в принципе, с вами уже здесь говорим. Но, наверное, не только это. Вот скажите, пожалуйста, Ольга Анатольевна, вы занимаетесь профилактикой, ну, в том числе, наверное, и работников диспансера, правильно? Не только же профилактика. Ну, скажем так, наверное, некорректно нам проводить такие мероприятия. Насколько вот ваши коллеги дисциплинированы? Вот они-то не лежат на солнце жить? Они уже во всем знают, да, о факторах риска, о мерах профилактики. Я считаю, что да, некорректно. Ну, наша работа, она заключается, мы информируем людей, которые работают на предприятиях нашего города. Мы выезжаем в лечебно-профилактические учреждения, в образовательные учреждения. Сейчас вот мы в детские, в лагеря выезжаем, ну, вот с детьми тоже проводим. То есть вы детям объясняете тоже, что это выезжаете? Да, конечно. Вот, то есть профилактические мероприятия нужно проводить все с раннего возраста. Ну, вот, должны уже с детства знать о вреде курения, да, о вреде алкоголя, о вреде неправильного питания, об неправильном, ну, о таком факторе риска, как ультрафиолетовое излучение, да. То есть я считаю, что об этом уже должны знать с детства. Ну, скажите, насколько все-таки солнцезащитные кремы могут защитить? Или вы вредите от рака кожи? Вот так? Ну, никакой гарантии солнцезащитный крем он не дает. Он не защищает от рака кожи. Единственное его свойство в том заключать, чтобы не было ожога. Ну, вот, а ультрафиолет, он проникает и в более глубокие слои, поэтому крем, он не защищает более глубокие слои, он только предохраняет нас от ожогов. Что вы подразумевали поднавредить? Ну, неизвестно. Очень с этой точки зрения я бы хотел сказать, что необходимо внимательно относиться при покупке крема, поскольку очень, ну, сейчас много подделок. Ну, а конкретно навредить, это то, что, ну, сам по себе крем, он, конечно, отражает ультрафиолет. И действует как бы менее ультрафиолет, менее вредоносно действует на кожный покров. Даже при использовании солнцезащитного крема все равно был случай, когда у человека на месте родинки, неуса, произошел агрессивный рост меланома. Причем он эту родинку в несколько раз слоями крема покрывал, чтобы защитный слой был более эффективным. То есть рассчитывать на то, что это спасет, бессмысленно? Бессмысленно. Нужно относиться все равно как бы внимательнее. Хочу добавить, что срок действия крема около двух часов, и он легко смывается водой при купании. И просто мы его задеваем, стираем. Некоторые родители считают, что когда ребенок играет в рассеянной тени от деревьев, то ему ничего не грозит. Как нужно защищать детей все-таки летом? Ну, надо прежде всего, чтобы они, кожаные покровы, открытые участки кожи, были прикрыты одеждой, легкой одеждой. Хлопчатый бумажный. Вот наблюдаю последние дни, мамы загорают на пляже, дети бегают, даже без панамок. Обязательно головные уборы, обязательно нужны хлопчатые бумажные, вот эти вот ткани, чтобы были. Что должно произойти-то, чтобы мы поняли, что это действительно опасно? Вот слушаем же и все равно не слышим, наверное. Ну нет, все равно вот подобные передачи, статьи, они имеют, вносят свою лепту в профилактике. Если посмотреть количество пациентов и структуру, в какой стадии они больше обращаются, это первая, вторая стадии. На третью, четвертую приходится 80%. То есть я считаю, что польза от подобных передач, безусловно, есть. Да это Бог, как говорится. Ну и еще хочу спросить вас, все-таки, когда человек узнает о своем заболевании, ну тут уже, видимо, во все веришь, и пытаются использовать все случаи. И, кстати говоря, народная медицина предлагает кучу рецептов избавления от рака, ну в том числе и кожи. Надеются ли все-таки на это, попытаться ли сначала воспользоваться? Лечение меланомы – это специальность онкологическая. Лечить ее нигде нельзя, ее никто не имеет права лечить. Поэтому, если есть подозрения на эту опухоль, нужно обращаться в онкологический диспансер. Даже если произошло иссечение где-то в другом учреждении, с этого учреждения пациент в любом случае направляется к нам. Потому что, возможно, удаление не радикально, то есть не полностью, не по стандартам было произведено удаление. В таких случаях происходит дополнительное иссечение мягких тканей рубца. Ну, не лечится рак народными средствами, правильно? Безусловно. Ну что ж, я надеюсь, что сбудутся ваши слова, что действительно бесконечное информирование, наверное, должно давать какой-то эффект. Спасибо огромное за консультацию, которую провели сегодня для наших зрителей. Буду подводить итоги. О том, что ультрафиолетовые лучи очень плохо влияют на кожу, известно практически всем, кого интересует собственная внешность. Ну, солнечные лучи ускоряют процесс увядания кожи. Загар под палящим солнцем приводит к истощению всех защитных свойств. Кожа стареет, все мы это знаем. Солнце может вызывать еще и рак. Болезнь смертельная, но выявленная на ранней стадии на 100% излечима. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова